друзья всем здравствуйте продолжаем нашу рубрику ответы на вопросы которые вы задаете в комментариях все проблема со временем вам отвечать мне проще сделать видео заснять так будет понятней и яснее итак поехали андрей кок задает вопрос почему в этом бассейне нет донова слива он не обязателен ли значит мы делали ремонт композитного бассейна там нету донного слива друзья как я уже сто раз это говорил еще раз повторюсь что донные сливы донные заборы водозаборы мы ставим только на юге россии потому что в подмосковье донный слив перемерзнет вот перемерз можно его можно ставить но это проблема зачем лучше ее избежать эту проблему лучше там если нужно поменять водичку дренажным насосом выкачали воду и все это что касаемо донного слива то есть понятно да на юге россии мы ставим донный слив в средней полосе мы не ставим донный слив дальше следующий вопрос техническое помещение допускается выше уровня воды друзья до допускается но по технологии техническое помещение все насосы должны стоять ниже зеркала воды то есть вот допустим возьмем аттракцион противоток противоток у нас в обязательном порядке насос должен стоять ниже зеркала воды водичка сама должна заходить в этот насос с водопадом точно так же допусто есть моменты есть моменты которые допускается выше зеркала воды но там проблема будет немножко небольшая с запуском самого бассейна его запустить сложновато первый раз получается смотрите друзья насос хватает воздух и система завоздушивается вот ну в принципе как бы первый раз как вот запускаете там пару ведер воды в насос можно вылить и запустить можно но опять же лучше когда будет ниже зеркала воды друзья следующий вопрос так подскажите на какой высоте устанавливаете оборудование свет форсунки противоток и какого размера отверстия друзья это не так просто подсказать то есть пишите ватсап заказывайте проект чертеж мы вам все сделаем и будете знать так следующий вопрос задает подписчик либо зритель газис болтаев смотрите так если бассейн 6 на 3 глубина метр пятьдесят не разорвет эту вашу алт палубку из пенопласта друзья ну конечно не разорвет как она может разорвать но мы делали допустим там в астрахани 15 на 5 не разорвало не разорвало клиенты довольны бассейн работает функционирует все хорошо знаете если человек с руками это будет делать да ничего не разорвет но есть такие умельцы что я думаю возможно разорвать такую опалубку то есть к чему хочу сказать нет не разорвет там же получается арматура бетон все то же самое только вместо дерева мы применяем пенопластовые блоки этим самым мы делаем бассейн термос то что экономим на обогреве воды второе экономим на доске на доске на фанере то есть это вот два таких фактора которые превосходят эту опалубку до эту всю технологию бассейна из несъемной опалубки следующий вопрос так следующий вопрос задает вячеслав курбатов вопрос стыки между плитами пенополистирола после наполнения водой не видно ли но смотрите вячеслав смотря как сделать да то есть это понятно то есть мы укладываем пеноплекс в идеале в идеале сверху стяжку это в идеале но есть такие моменты что сверху стяжка она ну там никак не лепится то есть обычный каркасный бассейн убираем чашковый пакет и сверху обвариваем пленкой соответственно люди просят утеплить пол но мы допустим бросаем пеноплекс но и опять же если вы пеноплекс вы будете покупать хорошего качества действительно не желтый вот этот леруашный а хорошего качества серенький там технониколь и так далее там это очень хороший пеноплекс и стыки да то есть есть опять же пенобетон есть пенобетон мы пенобетоном заполняем эти стыки и проклеиваем туда армированный скотч фольгетированный такой и в принципе их не видно их не видно ну как бы вот для так для таких бассейнов да для таких для каркасных для такого статуса бассейна это нормальная хорошая технология но если это бассейн будет строиться с нуля и соответственно там пленка дорогостоящая будет не эконом класса да ну лучше сверху делать стяжку армированную так что так вот друзья ну на этом вроде бы вопросы то закончились друзья обязательно задавайте вопросы постараюсь ответить пишите в комментариях всего вам доброго пока 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 Продолжение следует...